Когда начать приступить? Начинаем! Что влегло одно четверостишье В твою давно раскрытую тетрадь Поэт, дождись, дождись Пусть будет небом верхняя строка А над второй клубятся облака Над нижнюю из верхней дождик плюется И принимает все детская рука На нижнюю из верхней дождик плюется И ловит капли детская рука Человек ходил на четырех Но его понятливые внуки Отказались от передних ног Постепенно превратив их в руки Ни один из нас бы не взлетел Покидая землю в поднебесье Если б отказаться не сумел От запасов лишних равновесий Дождись, поэт, душевного затишья Чтобы дыхание бури переждать Чтобы легло одно четверостишье В твою давно открытую тетрадь Пусть будет небом верхняя строка А над второй клубятся облака На нижнюю из верхней дождик плюется И ловит капли детская рука На нижнюю из верхней дождик плюется И ловит капли детская рука Рубцов В этой деревне огни не погашенные Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светится ясная Светится светлая Слышится шум полней Где ж вы, года мои трудные Трудные, где ж вы, печали мои Где ж выгода мои трудные, трудные, где жены печали мои? Милая девушка мне улыбается, сам я улыбчив не рад Прошлое, прошлое, всё же забывается, звёзды горят и горят Прошлое, прошлое, всё же забывается, звёзды горят и горят Кто мне сказал, что в тоске заметеленной гаснет потерянный ум? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто уж это выдумал вдруг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь Светлыми звёздами нежно украшена тихая дивная ночь Светлыми звёздами нежно украшена тихая зимняя ночь Рабцу рубцов коротенькие Побежала коза в огород Ей навстречу попался народ Как не стыдно тебе, якоза Якоза опустила глаза А когда разошёлся народ Побежала опять в огород Правильно сделала Чуть живой Не чирикает даже Замерзает совсем Воробей Как завидит поводку с баклажек Из-под крыши бросается к ней И дрожит он над зёрнышком бедной И летит к своему чердаку А смотри, не становится вредным Оттого, что так брудно, вредно ему А смотри, не становится вредным Оттого, что так трудно ему Ну и ещё Совершенно удивительное У него есть стихотворение Потому что птица Это почему-то в каком-то случае Стала символом города Серпхова До сих пор мне это непонятно И я не понимаю Я как бы не против это Но я не понимаю С какой стадии Павлин стал символом города Серпхова Но с какой Как это столько символов На нашей родине Я не знаю Я не буду петь стихотворение На его имени Потому что оно оскорбительное А Павлина, кстати Когда Павлина распушит свой хвост Не оторвать от красавца Говорит, дальше Павлина ничего не будет Вот А спою я Наверное, всё-таки Крупцов Тихая моя родина Ивы, река, соловьи Мать тут моя Похоронена В детские годы Мои Где же Погост Не подскажете Сам я найти Не смогу Тихо Сказали мне жители Это на том берегу Тихо Сказали мне жители Тихо Поехал Обоз Купол Церковной обители Яркой травою Зарос Там, где я плавал За рыбами Сено грибут В сеновал Между речными Изгибами Вырыли люди Канал Забыл Пусть это будет Пропущу Куплера Школа моя Деревянная Время придёт Уезжать Речка За мною Туманная Будет Бежать И бежать С каждой Избой Тучей С громом Готовым Упасть Чувствую Самую Жгучую Самую Смертную Связь С каждой Избой Тучей С громом Готовым Упасть Чувствую Самую Жгучую Самую Смертную Связь Тихая Моя Родина С таким Разрывом Пусть Будет Так Иногда Это Не простительно Но Это Хорошо Это Ошибка Нашу Делать Что-то Странное Приходит С человеком В какие-то Годы Что-то Как бы И все И знаешь Вдруг И вдруг Исчезает Это Ужасно Поэтому От души Завидую Тем Кто Это Не теряет И сам Все-таки Стараюсь А потому Что Надо Брать Гитару И играть На ней Каждый День Как только Бросаешь Чаево Знаю Поэтому Люблю Свою К сожалению Упустил Ее Как Только Мог Но Всегда Буду Благодарен Одному Человеку И Евгению Замечательному Ларичу Замечательному Замечательному Знаменитому Исполнителю О котором Отзывались Не 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 Замечательному Близи Неми В Мари Луиза Анида Замечательного Альвентинского Деталиста Услышавшая Его Однажды Она Отзывалась О а с самым лучшим стилем. Не знаю, что сейчас, в последний раз я скажу, что примерно в 2000-е с лишним годы я увидел, идя с объекта там по Арбатской, ее концерт в каком-то небольшом институте, и я туда зашел. Я увидел и Женю, и жену его, Галю тоже, гитаристку, встреча была удивительная, замечательная. Я услышал весь оркестр, мы обнялись, расцеловались и пообещали снова встретиться. С Жене снова встречи не произошло. Я слышал одно, что Женя сейчас как служит в церкви, в сергину, в саду, и я хочу туда съездить и узнать, правда ли это или нет. Потому что я слышал, что это от человека, который знакомый мне. В натуре я не знаю, что это было. Что-то случилось в семье, и Женя мог уйти в церковь, значит, он прибросил и гитара, и гитара. А может быть, он ее и не бросил, не знаю. Но то, что он ушел в церковь, это для меня очень непонятно, интересно. Мне бы хотелось это узнать. Я глубоко уважаю этого человека, который познакомил, насколько мог, с таким прекрасным инструментом, как гитара, начиная с училища. А с училища нас еще познакомил студент один наш. Кузнецов, в хамилии, не помню имя. Он был инициатором образования, как уже сказал у нас, в среднем училище. А при переходе в высший мы нашли снова такты. И мы сделали в высшем училище именно на настоящей гитарной, такой замечательной, ну, это не оркестр, это было небольшое состояние, где мы участвовали в конкурсе. И при том, не один раз болит, вот там в конкурсе участвует совершенно замечательный художник, как Иван Николаев. Он только тренировок. Он все работы знал наизусть. Единственное, что он никогда не хотел выйти на сцену. Никакими желаниями и успехами его невозможно было выйти на сцену. Но все работы знал, и он что-то потребовал. И он это замечательно чувствовал, замечательно ценил и замечательно однажды изобразил. У него на одном из его первых таких каталогов очень красивая работа. Гитара, как бы лист такой нотный, очень красивая, так сказать, решенная, изображенная. А ведь без листа основной члено-белый. Там замечательная текстура Боронова, знаменитого искусствоведа. Там заключал свое отношение Иван Николаев тоже. То есть и Иван Хазанский очень интересно освоил други Иване, с которым он не родился в один год и в один день. Ведь я знаю совершенно точно, потому что я ночевал и мы в это время в семье у Ивана Николаева со своими детьми и Иван Хазанский. Но мы отмечали два соединенных дня рождения. Это было. Поэтому это замечательные, интересные люди. И тот, и второй. Ну, Иван Хазанский и Иван Николаев для меня могут быть наиболее ближе. Ближе и по творчеству, ближе и к тому, что в момент моей способности утонуть в реке недалеко от станции Музловая в Тульской области, это был человек, который оказался рядом. Расскажите. Потому что я утопал, я в принципе-то уже, можно сказать, плыл к окончательному чувству, то есть силы потеряны. Мои друзья, которые уплыли от меня способны и более сопроводны, потому что я оказался не способен на противоположное действие ветра. То, что для меня это было абсолютно без проблем, я спокойно перехвал ветер, зующий из меня в затылок. А вот когда это пошло в лицо, это было абсолютно разнообразно. Тут надо было и иметь страх. Кто из ребят это имел, они были какие-то доношвейные и все время были выше, а я все время хапал. Я попадал на эти неравнозначные движения, ну и я уже в центре, я отстал. Я помню, что в центре у меня одна проблема. Или вперед, или назад. Если назад, то надо обходить это озеро дня четыре. Без одежды, без всего остального. Эти люди переплыли, тем не менее. Тут было у меня абсолютно ясное. Просто крик в центре. Оля, я обратился к Богу. Я попросил. Просить меня и оставить живу. Потому что проси мне ради Бога и дай мне доплыть до нужного места. Потому что у меня сейчас жена молодая и двое детей. Помоги мне. Я не просто, я орал. Была возможность к лодке прицепиться на какой-то внутренний. Глаз мне сказал, не ори, он тебя не услышит. У него с мотором штука. Он сидит спиной к тебе. Это было совершенно зубь. Потом я просто понял, что у меня другого штуки нет. Я развернулся и попал туда, куда сложнее. То есть я понял, как мне надо искать перевороты и движения на спину. То есть когда были какие-то ровные моменты, я выросился на живот и плыл. А когда я видел, что они были неравнозначные, выше, ниже, я переворотился на спину. И все-таки было понятно, что они перелетали через меня. И я этим двигался и одноземно отчасти отдыхал. В общем, это случай был для меня, что вот после этого и после смерти матушки я окрестился. Это было мне за 50 лет. И я об этом не жалею. До сегодняшнего дня. В хорнице моей Матушка возьмет Старые страстные мои цветы В садике я дарим все Будешь до ночной звезды Лодку ж мастерить себе Страстные мои цветы Материй Алексеевич, ты расскажи вот эту историю, которую ты рассказывал Французу Французу В серпах Это же моя любимая песня Что же с ней вообще поступило Красные мои цветы В садике В садике В царяне Все Лодка на речной Мели Скоро Догнёт совсем, дремлет на стене моей Беливый кружевная тень, лодка ночной милин Скоро догнёт совсем, лодка ночной милин Скоро догнёт совсем, буду поливать цветы Думать о своей судьбе Буду до ночной звезды лодку мастерить себе Буду до ночной звезды лодку мастерить себе В горнице моей светло Это ж от ночной звезды Матушка возьмёт ведро Молча принесёт воды Матушка возьмёт ведро Снова пронесёт воды Он всё-таки достал Желает в жизни Это, я считаю, совершенно замечательно Я ему ожидаю, а желаю Желаю в этом абсолютно одного, столького Очень упрямого желания, удовольствия и здоровья И всё то, чтобы действовало ему на то, чтобы это всё происходило Ну и чтобы успевал всё своё Потому что меня удивляет его удивительное Удивительное Я бы сказал Удивительное Скорострельное струнодрожение, что он успевает Вот он Практически ничего вроде не упускает Это ж так замечательно Замечательно Федька, с тобою крестная сила Думание Она с тобой Ты ещё не крещённый Не знаю, она на тебе Крещённый Помогает С малого детства Тем более хорошо Тем более Очень хорошо Потому что многие Многие, кажется, всё Делим по временному удовольствию Потому что это не Неглубоко Взяли, значит, бросили А Фёдор Не бросает Это очень важно Потому что это его держит Потому что это каким-то образом Остаётся его очень любимым И устойчивым Сознанием В этом месте В этом мире В которой он Спасибо ещё Совсем не старый человек живёт Анатолий Алексеевич Хотелось бы ещё Песен Может быть, что-то из шуточных У вас же много Не шуточных Прав мадам Анжу Вот в том числе Здрасте Куда же ходить Это история Без неё Ты тянешь уже Из истории Слов Это из серии Студенческие песни, ребят Да Простите меня за них Потому что они Ну, они Всякие Да Они такие-сякие Но с каким-то иногда С интересным Смыслом Да Потому что Ну, не живут они просто так Значит, они живут с тем, что они В себе Внутри Про это Стакан с жемчугом Как это А мы студенты А мы студенты Всегда Были неравнодушны И к мадам Анжу И там И всякие И прочие Дела там И какие-то Какому-то К предмету Например Как он Художник Пел Не 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 так Это тоже Вспомнил Да Ну, как Лихо я Затеял Хувертюр Ну, как Лихо я Хувертюр Так Ну, вот здесь Как бы все Про это И И вдруг Каким-то Обзем все Куда-то вдруг Странно Обзем Уплывает Начинаешь Как рыбак Кидать Удочку Чтобы каким-то Крючком Достать Я вам, ребята Расскажу Как я любил Мадам Анжу Мадам Анжа Мадам Анжа Мадам Анжа Мадам Анжа Было бесстыше Но хорошо Мадам Анжа Мадам Анжа Мадам Анжа Мадам Анжа И я встречал, я не гляжу, Я бросался на анжу, С нее срывая, не гляжу, Я бросался на анжу, С нее гляжу, я и не гляжу, Но вот пришел анжо Фуин, И он развил мечты мои, Поскольку, сколько стены, О, я она же забыла о моем, Поскольку, сколько стены, О, я она же забыла о моем, О, сколько ж о них попортил я, И с анжевого, о, я, Мадам Анжа, Мадам Анжа, Велиходейка и ханжа, Мадам Анжа, Мадам Анжа, Велиходейка и ханжа. Ты на себя похож, а то... А еще вот этот... Кошмар. Как его... Раз в ростуле надо мной? Да. Ну, это, про дамы, это, за стакан жемчуга завода план. Как это? А, да-да-да-да. Стоял и раз, да-да-да, какой-то такой... Раз в ростуле надо мной? Это надо было жить, О, он как удивительно, О, он запоминает все слова. Стою я раз в коврадоле, Держу за свой карман, А вдруг к команде подходит Незнакомый мне граждан. Он говорит, пойдем со мной. Вот там простой стакан, Найдем радоврем-то, И дожем чуголь-каркан. Там ездят большие, и денег только дам. За это лишь, а дашь мне, Советского Замота, по-моему. Я, конечно, понял этого, сволочь. Я понял, что такое кошмарный стакан. Что такое понял советского зоноплана. Схватили мы это, пачка, Старая, конечно. Каштан и это НКВД. За это нам послали Советского Завода. Пе-пе-пе. Вот мы сидим, бешкакин, Сидим просто так. Вот так из дурака поймал я, Не жемчугу стакана швал. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а. Та-ля-ля-ля-та-ти-да-ра-и-до-ти-ра-ти-ра-ти-ра-ти-да-да. Стою обратно на уголке, держусь за свой штакан. Вот только бы не попасть мне в советского завода. Слушай, ну раз в Ростове-на-Дону, ну сделай по заявкам на Гожищество. Раз, просто я стал забывать это же. Ну как, сел там, кинул, по шпалам селяют. А-а-а, да-да-да, это какая-то сильная, сильная эта. Да-да-да, это вообще-то, это очень, да. Ну классика. Там, да, много что было, было вообще, это очень совершенно. Замечательно. Я спою и пытаюсь, сейчас пытаюсь вспомнить, что ты принадлежишь. Надо же, как же я уже давно все забыл. Надо было раньше тебя, тебя, меня взять за хвост старого. И как бы, давно, конечно. Так, ладно, сейчас попытаюсь вспомнить. Чуть-чуть-чуть разбавлю. А, ты даже повторяла на Ростове, да, ты уйдешь? Ну, раз в Ростове-на-Дону, как-то сел я, так помню, сел в тюрьму. Ох, я это уже. Надо, раз в Ростове-на-Дону, на первый раз попал в тюрьму. Пошпала, да? Пошпала, да. Пошпала. Один вагон набит битком. Один вагон набит битком. А я, как курва с котелком. Пошпала, блин. Пошпала, блин. Пошпала. Пошпала. Один вагон набит битком. А я, как курва с котелком. Пошпала, блин. Пошпала, блин. Пошпала. Давай-давай-давай. Ай-я-я, нет, тут я... Ну, тогда будем делать чистое, как называется, соединение. Раз-врослое надоло. На первый раз попал в тюрьму. Аж, да. Ага. И-и-и, чуть-чуть это. Вот так мы и... Вот это все вытрешь потом. А вот что ж такое мы забываем-то? Совершенно наше, старинное, русское и хорошее. А что ж такое? Из-за Куджавы. Нет, это все... Из-за Куджавы. Ну, и... А Куджавы я... Я люблю его. И я... Кое-что исполню. А вот в Девисоцком Я песню задумал сложить. Вот опять одного не укрыться, Дальше подошел, Дальше подошел. Говорят, что решил, Что не встречу свечу затушил, Как умел, так и жил, А других не знает природа. Говорят, что решил, Что не к сроку свечу затушил, Говорят, что решил, А безгрешных не знает природа. Говорят, что... Говорят, что решил, Что не к сроку свечу затушил, Говорят, что решил, Что не к сроку свечу затушил. И быть моей женою Спокойно вас прошу. Надеюсь, вы пойдете Плясать со мной, со мной, И будете моей женой. Полдюжины булавок От вас я не приму. Полдюжины булавок Нужны вам самому. Плясать вы не пойдете Со мной, со мной, со мной, И в машине не буду, И я с женой. Хрустальный колокольчик Прошу, принять, мой друг, Когда проснетесь с ночи Своих будете слух. Надеюсь, вы пойдете Плясать со мной, со мной, И будете моей губой женой. Хрустальный колокольчик, Для этого я не приму. Ваш глупый колокольчик Не нужен никому. Плясать вы не пойдете Со мной, со мной, со мной, И в машине не буду, И я с женой. Хрустальный колокольчик, Алмазное колечко, Любви волшебный дар, Алмазное колечко И бархатный путляр. Надеюсь, вы пойдете Плясать со мной, со мной, И будете моей губой женой. Хрустальное колечко, Гарит, да ну как жажь, Алмазное колечко И бархатный путляр. И замуж я согласен Пройти на этот раз. Ну ладно, женюсь на вас. Полдюжинный булавок Красил я в первый раз, Но очень огорчился, Услышив ваш отказ. Хрустальный колокольчик Потом я вам принес, Виняш своим отказом Вы ж длили до слез, Но вот принес колечко, Любви волшебный дар, Алмазное колечко И бархатный путляр. И замуж вы согласны Пойти на этот раз. Не женюсь на вас. Та-ра-та-ра-та-ра-тири-тири-та Ха-ха-ха. Та-ра-та-ра-тири-та, Ха-ха-ха-ха. Замечательный, уж я не помню, то ли французский, то ли швейцарский, но замечательный поэт, который я спел. Вранже? Да нет, это типа шесть булавок, да. Принес я в первый раз, кто же это будет, сейчас я вспомню, то ли берегись, ну, вы будете такой близкий к одеванию Юкина. Ну, в общем, здесь можно все уточнить, это абсолютно известная работа, вот видите, вот тут я все вспомнил, а вот надо было автора сначала рассказать.